так ребятишки приветствую вас ну чё погнали за баспером да за стариной баспером куда там у нас выведет то братом братом братишка еще не люблю я все эти сопровождения он сейчас будет тупашить наверно как всегда ну ладно будем надеюсь что все будет хорошо тем более по дороге еще что процентов всякие там будут монстрики идет бандиты как видим на них отвлекаться придется вообще более чем просто конечно не убиваются слышишь дай мне повыскивать братом ты чё трофеев всем небосперище ты чё мутишь нафигеть всех с одного удара хасим вы зацените вообще за и бумба просто полная я живу из бандиты хорошие чуваки у каждого отмычки с собой то все 5 10 до прям одно удовольствие гасить по 200 по 100 опыта за каждого убивают с одного удара куча предметов вообще вот наверно рай в хата нет да вот в той же одиссеи да и возвратки садия точно также было да это место где бесконечное количество бандитов да и ты вот и хвалишь валишь в трофеи забираешь и тащишься так сказать что ты этого братишку не обыскал кстати говоря баспер он чё какой-то лысый что ли лечу да и плюс то что получается я пока даст ним иду толком тут ничего виднее смотрю да вот как если бы я шел бы один так чё тут где тут братан хорошо чтобы он бессмертно и дал это единственное что радует что хоть догадались как бы разработчики сделать его бессмертным до этого баспера потому что но это был бы полный как полный капец да я если бы очень за просто подряд бы убивали да если был подряд бы просто-напросто бы убивали это был бы реально капец надо было бы следить чтобы его еще не гасили а так четко он бессмертный то есть идешь себе не паришься а это уже по ходу наши да я так смотрю там вроде бы на всяком случае одежда у него обычного гражданина да он по идее должен быть хорошим до хорожане ну все это мы значит же пришли в лагерь до руперт итак мы в лагере да наконец-то теперь извини но мне надо немножко отдохнуть все в порядке увидимся так спасение баспера я уходит прошел этот квест да да хорошо так ну что я предлагаю дайте на тебе вернемся дорогой какой мы пришли и все да все нормально по обыскиваем всю траву соберем все такое да а потом уже вернемся в этот лагерь и совсем перетрем не поряд только где-то шалька грегора я че думал что на где-то здесь и будет располагаться мы что-то не похоже на то мы это ведь надо освободить этого самого дарона да потому что он вроде бы как в плену должен быть в этих бандитов как я понял во всяком случае из того что мы читали в диалогах да но это как бы наша основная задача что что баспера мы нашли нам еще конечно найти маму этого роунда или знаю как ее здесь зовут кто она будет но тоже такое это второстепенное типа как основной но надо найти обязательно этого дарона потому что его должен быть ключ от монастыря под монастырь у нас завязана завязана основная ветка до основная ветка прохождения мы должны понабирать свитков для паладинчиков так тут нифига нету уже давать не распираю эту пещерку что ли осмотрим а потом уже падальщиками займемся ну если конечно еще бы что осматривать тут тихо тут у нас что что-то вроде бы есть так влево 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 вправо вправо влево вправо отлично так рыба серая эссенция охотничий лук были настолько уже сатиря хлопа на пособирали да пока вот это убегали если честно это походу если мы сейчас это раз продадим то бабла у нас будет реально немерено просто очень много чего бы конечно собрали так это дверь как открывается я вроде бы не вижу никакого этого до на стеночной кнопки наверно там где-то за этой дверью наверно да что то что то будет по идее или хоть колесо или чего ворот там кстати гоблинов нету тут же должны были быть гоблины 55 золотых блин вообще бабу нам раздают прям вообще еще баблишко так начнет не ворот они кнопки я не вижу это единственное меня расстраивает так кошелек еще нашли жареное сырое мясо давайте посмотрим что за кошелек со теряет маркинштерн лучше получается а он по идее короче до маргинштерн ну да чем чем маргинштерн охра хотя харинова не знает так кошелек я хотел посмотреть даже пока паладина у нас одета кошелечек кошелек то ведь пробовал дружок где что там есть то это красный слезный перец то всякая хрень кожаная сумка вот кошелек 50 золотых так что теперь получается маргинштерн и охра в принципе наверно можем даже по на продавать а наш обычный маргинштерн оставили там да для всяких каменных голем удачи то я не было каждом открыто до натуре тут и денег и кнопки не туда вот эти вот ворота как открыть что-то вообще не ясно не ворота не кнопки как же ты открываешься может только местным жуком можно попасть на хоть и там вроде бы ждали ничего-то и нету а как то смысл натуре нет попадает а ведь там заваленный проход да и не сундука ничего нету то есть туда и смысла нету никакого попадать в том числе местным жуком так что все за и бумба пошли отсюда так тут у нас подальщики братишки так жалко кстати я что здесь счетчика нету да вот как это было в возвратке там помните там был счетчик типа сколько убита монстров сколько убита людей мне правда вот уже интересно вот за то время что мы играем в одиссею сколько мы уже перегасили разных монстриков и все тех же людей там орков до норка кстати я на самом деле немного еще да там принципе мы пока чтобы она убивали а вот людей монстров конечно там просто какое-то нереальное количество давайте мух по обыскиваем она тут одна только лежит меч показал что 2 а вот еще парочка мух с этом еще бандиты даже есть были так как может это есть дорога к этим к шайке грегора может быть а это она самая таковая трава тебя я обыскивал потом должны на давайте вернемся к пирамидам телепорт о нем ся потом уже на пойдемте опять сюда и уже до чтобы у меня уже не болела голова что называется за это да ты смотри тут еще и до хера все все закосили еще уровень подняли ребята у нас теперь 37 мочи обучили ну все теперь уже без вопросов жизненные силы 2 то есть как только мы находим так выждающего рынка взять нечего да как только мы находим короче говоря этого самого магов воды то уже спокойно наверное все языки яркин дара изучим ну или по крайней мере два из них я думаю нам точно а чьи обучение должно будет хватить я же бандитов убивать одно удовольствие колоссальное количество опыта за некоторых он вообще по 300 дается да при этом убивать их очень просто то есть вообще не напряжно побольше по такого так вам туда на ногу углубляться пока что не будем да это уже как-то потом давайте вот все те окрестности просто посмотрим эту дорогу по которой мы шли сюда да вот все все травки соберем так вот сюда еще наверх я по-моему хотел вылезти давай братишка вылазь браток там просто помню что-то мне так запомнил что вроде бы что должно быть чулия или я неправильно помню нифига тут нету наебал сам себя называется ну бывает бывает чушь до ним не без этого хотя по ходу ты спирать то ничего ну да тут явно никакой ни травы ничего но там где мы грибы еще собирали сауну еще в прошлом выпуске вернее да мы это делали там по ум можно было немножко назад пойти там помощью что-то было так серафисик и вот он смотрите мы тут серафиса понаправтыки влежут баспер просто спешит да ты за ним бежишь тоже спешишь и получается понапропускали многое да вот вот здесь вот смотрите сколько всего мы сюда получается еще не успели дойти до мы повернули вот там вот из-за этого сколько всего протыкали с этих же грибочков грибочки это вообще я вам скажу такая штука которую протыкивать нельзя да в нашем случае мы любители грибочков вообще вода удовольчика была первой игрой в которой как бы были вот побочные типа как игры в одной игре да вот допустим как ведьмаке третьем есть там мини игры типа там раскачают рупака помните мы играли или там погоняя гуся в первом ведьмаке да там вообще я гонять гуся в первом ведьмаке мог реально вы чтобы не спиздеть минут по 40 или по часу да как бы то что у вас по эти конечно не будешь так долго этим заниматься к сожалению да потому что напишу типа ты там да там мы хотим другое смотреть создавать 100 золотых пожертвуем братан на тебе 100 золотых овкс плюс один тоже неплохо да между эти алтари классная штука 100 золотых даешь качаешь себе ту или иную херню потихоньку это приятно всегда да в готике как бы еще давным-давно игра выходила но уже тогда как бы были тоже от разные такие приколы типа вот все отлично мы все смотрели теперь погнали телепорт используем да там грибы ходить собираетесь тут реально так прикольно сделано вот да такой ходишь там по дереву грибочки такой реально прям себе грибников чувствуешь там маслят собираешь там опять всяких там да на каждый темный гриб найдется свой грибник да так сказать его сейчас заебумбово так и это все под звуки природы под такую музычку я вообще помню когда первый раз полного готику 2 проходил да там не будем даже бы сказать я хотел до боевых ничего такой впадал все это собирать с них сейчас до этих вот кстати зомбишь ничего взять до шпаги их нерудно ржавые мечи что-то общение охота реально да я помню когда первый раз проходил я даже вот много времени вот проводил вот именно просто вот чисто там ходил по лесу собирал там травы грибы я живу там звуки природы так прикольно тоже сделаны достаточно музычка такая спокойная типа как релаксация вот что значит создать действительно живой мир да вот когда у тебя это удается то игрок получает удовольствие даже просто вот от каких-то банальных вещей да даже ска можно сказать от некоторой рутины так ну вот наш телепортик но заебумба а чё это за грант почему что-то раньше не было помнить им да вот точно раньше не было ключ из заброшенной шахты получено приветствую кто-то возможно я тебе отвечу это зависит от того почему ты здесь это тот чувак который меня должен а все я понял за давайте пускаем тут посидит пока что до теперь понятно это тут джакома который меня вот это вот до картины продавать я только не поняла что заключен заброшенной шахты мы у него получили если честного а класс телепортеры по идее я прошел теперь да да он все телепортеры у меня пройдено теперь все три пути репорта активны хорошо да что быстрее она вернуться давайте так сделаем все я доволен можем теперь продолжать ой туда еду да можем теперь продолжать короче говоря исследовать тут лагеречек да я не очень поняла что это заключат заброшенной шахты чуть за шахта даже что-то вообще никаких идей нету но главное что ключ мы замутили да это пожалуй важнее всего шахту дубы мы уже найдем главное что ключ есть там-тран-тран-тран-тран-тран-тран-тран-тран-тран то есть понятно за что пещере мы должны потом будем подойти гранту одеть ищу тут херню снять оружие против хореницы впарить последнюю картину на этого джакомыча кстати вот на джакома квест довольно таки прикольные да необычный интересный вознаграждение за него хреновая да там там денег нам просто и так хватает за это нам принципе там не сильно то я отсыпают но вот сам по себе квест реально любопытный во всяком случае для меня чего-то похожего там тоже так особо что даже и не вспомнишь да на сам то видели так вот еще кота растенец а значит плохое предчувствие насчет той херни мне что-то все-таки такое впечатление что мы там то ли что-то пропустили то ли туда надо проползти а за ту решетку вот прям если честно мне аж даже мулит как-то немножко но не можешь быть так вот решетка вот которую нельзя поднять до в ходике всегда вот и ты можешь все поднимать и везде просовываться уже привыкли мы к этому где-то в наш свиток превращения мясного жука вообще там да так визуально когда смотришь что там натуре вроде бы ничего-то и нету вот хер пролезет бля таракашек давай ёпта да давайте попробуем старую вьетнамскую штуку не не помогло ну да так то блин там вроде бы смотришь что ну да там только камни типа увидите типа как ни фига нету а давайте загрузимся так фух да ну все короче с кем еще надо поговорить вот тут был руперт у нас супер там может и поторговаться можно какая-то филия афения наверно также у нее кошель можно спиздить 67 золотых нифига себе привет ты выглядишь очень уставшим давно не спал да это так офигенный дьявол с феней конечно а вот я бы хотел ты видишь очень уставшим думали смогу это так так а чем прикол торговцы в городе хорениса нам не только рассказывают то что я не спал ну ладно руперт так у тебя тоже просто украсть кошелек 52 золотых и как дела что помогите отвори оставь меня в покое подожди-ка ты не наемник ворков ты воин короля откуда ты прибыл я прибылся на военном корабле короля мы собираемся сажаться с орками и орки здесь орки по всюду и огромное количество бандитов ты должен непременно помочь нам сейчас у меня нет времени я нахожусь на очень важном задании ну здорово а что будет с нами тебе совершенно безразлично что ли вот эта помощь выше голову все будет за и бумба да ладно ты и сам это не веришь так короче с ними говорить не о чем квестом никакой не дался хорошо хорошо пока что короче говоря довольно таки бесполезные ребятишки какие-то все да наверно там дальше в лагере уже кто-то будет гримбальд кстати говоря так и стоит здесь привет гримбальд давно не виделись эй раунд это точно что нового да много чего тут у вас столько всего произошло ты имеешь ввиду беженцу которые разбили здесь лагерь именно это да здесь здесь это много чего произошло твои родители кстати тоже здесь она басперс сейчас скорее всего на охоте но не могу сказать где именно ничего но ты выглядишь расстроенным это как-то связано с беженцами в точку мне действительно жаль их но если так будет продолжаться я соберу вещи его иду в лес почему тебя что-то раздражает мне нравится одиночество а тут каждый день постоянно болтовня этих людей это невыносимо понимаю ты можешь научить охотиться конечно не не даром в конце концов я и должен на что-то жить скажем 100 золотых и эта цена только для тебя идет держи 100 золотых но у меня по идее же ничему обучить не сможет а у-у-у-у наконец-то вот ребята панцирь и ползунов 3 очка обучения и одну очку обучения язык охотничьего варана наконец-то мы об этом научились потому что это уже в натуре было прискорбно сколько мы уже ползунов встречали сколько этих охотничьего ранов а главную добычу с них брать не могли на теперь кстати я по моему мы даже уже все охотничьи трофеи умеем вырезать насколько я понимаю вроде больше ничего и не осталось что стало с черным троллем который жил здесь ты не поверишь черный тролль мертв один незнакомец завалил его да ну верится с трудом кем был этот незнакомец ну просто незнакомец я мало не узнаю время от времени он приходил ко мне и брал уроки об охоте потом у него еще страну было были проблемы с типами в капюшонах странная история скажу я тебе я слышу только что он собирался покинуть харинец дальнейшая его судьба мне неизвестно опять-таки отсылка к оригиналу в безымянному 30 очка обучили но я завалю зато у нас теперь есть все уже реально охотничьи навыки и это здорово карл кошель твой крадем 40 золотых привет привет что-то можно сказать не оборках ничего но все беженцы сейчас живут страхи и очень недоверчиво особенно к незнакомцам в конце концов любой может оказаться одним из этих орочек наемников я все спрашиваю себя почему орки их наемники до сих пор на нас не напали кто знает быть может они хотят сначала захватить ферму анара и монастырь а потом уже выдвигаться на север так с ней поговорили так 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 то у нас тут еще близко кто персонажей капец горожанка 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 так ты-то такой тоже горожанин давайте на сперва уже тут со всем переговорим да потом в ту сторону пойдем так тоже обычный горожанин о мо братишка тоже довольно просто украсть кошелек поэтому в орех его не спиздить 30 золотых кто ты меня зовут но раньше я был вышибал в кабаке у кардифа теперь беженец как и все работник горожанин горожанка хорожанка баспер мы с ним уже говорили кстати а еще можно с ним о чем-то поговорить нет нифига мать о привет ролан что ты здесь делаешь привет мама слова и носу я нашел тебя я нашел и вернул отца я благодарю своего сына хорошо что ты здесь ты должен не помочь один парень ведет себя просто бессовестно какой парень что происходит с тех пор как твой отец ушел на охоту парень по имени мог постоянно всем докучает снова и снова он преследует меня и на каждом шагу и глаз меня не спускает а когда к нему обращаюсь он постоянно на голову ухмыляется не переживай я позабочусь об этом кстати письмо родители у меня почему-то квест дополнился тоже такой момент мы еще на атанасе взяли этот квест давно пройти мы его не смогли по какой-то просто не таки не правильно непонятно лично для меня причине да потому что негде было отправить это письмо до письма банально негде было отправить и короче говоря так и не понял чем прикол давай сейчас пойдемте в самый низ найдем этот квест может быть он прошелся даже как-то так автоматом вот письмо родителям да я нашел свою мать так что письмо стало бесполезным ну можно оставить его на память в общем посмотрим хоть странный квест если честно я же просто помните мы ходили по всем локациями я ни у кого не видел чтобы можно было как-то отправить письмо в хоринис кстати забавно да у мамы даже нету имени так и подписано мать да прямо мото прям да вообще жесть так а филан кстати говоря украсть кошелек просто 40 золотых привет оставь меня в покое я не хочу ни с кем разговаривать тебе кажется что-то тяготит да нет все порядке ты всего лишь стоишь перед опасным преступником это что шутка такая знаете сейчас совсем не в настроении шутить что что-то натворил ничего в этом-то и все и дело как же так сначала то говорю что ты опасный преступник а потом то что ты ничего не натворил что-то тут не сходится все очень просто меня наказали за преступление совершенное другим не я вор а этот гербрант что именно произошло я видел как гербрант выносил шкатулку из дома лимара я нагнал его и пригрозил что доложу обо всем лорду андре но он лишь осмеялся и ответил что я еще увижу чем все это для меня обернется и что было потом на следующее утро у порога моего дома внезапно объявились несколько стражников они стали утверждать что я украл лимара шкатулку и что гербрант и якобы все видел понятно гербрант все переиначил полагаю он также подсунул тебе эту самую шкатулку так оно и было стражники начали обыскивать мой дом и тут же ее нашли меня притащили к лорду андрея про то пытался протестовать и объяснить что я невиновен но тот не поверил ни единому моему слову и приказал бросить меня за решетку а как получилось что ты был изгнан так а то связано с нападениями орков да когда лорки атаковали город ворта нд приказал выпустить заключенных но предписал что отныне они все изгнаны я соответственно в том числе мне удалось сбежать сюда вместе с остальными горожанами но нет и но нет и не будет не покоя не могу бы ты повори с лордом андрея ты ведь воин короля возможно тебе удастся убедить его чтобы он отменил свой вердикт не проще ли будет доказать что гербрандт во всем виновен как я был единственным свидетелем произошедшего ну хорошо я поговорю с андрея не думаю что все пройдет успешно но мог хотя попробовать спасибо тебе так взяли квесту филана поговорить с лордом андре да так вирт у тебя уже рискованно украсть кошелек то попробуем по 65 золотых прошло чем ты теперь будешь зарабатывать на жизнь не знаю пиво я больше продавать не могу почему нет то очень смешно кто скажи на милость будет мне опыт поставлять в этой уши может арки так смертом больше поговорить не о чем лимар как дела а что не видно так чудесно что убийца хочется ты все еще даешь деньги в долг покуда вокруг все так тихо я лучше оставлю свои денежки при себе береженого бог бережет так с лимаром не о чем поговорить но это смо сразу наверное разберемся да потом уже пойдемте дальше лучше оставь мою маму в покое о чем ты говоришь парень это прекрасно знаешь о чем я оставь ее в покое ясно но я ничего не делаю а теперь извини ну хорошо тогда ты сейчас получишь пизды и иди сюда ёпты круче мог как видим ничему не учится до с этим его с одного удара захотели это прям вообще какой-то дискриминация мостовое настоящее конечно не был крутым парнем с одного удара его захотите то реально жестко да ничему чувак не учится он и в оригинале хернёй занимался его сейчас видим тоже чё-то да и опять получил пизды в итоге вот черт как же больно в следующий раз будет еще больнее если ты не перестанешь беспокоить мою маму хорошо хорошо я оставлю я в покое честное слово очень надеюсь а чё-то телка в пузе лотоса так и стоит какая-то ебанутая на голову но больше не будет тебя беспокоить благодарю тебя сынок этот парень очень сильно меня пугал 100 опыта получили квест прошли да я чё а это ж надо и а для завершенный я же самый не спустился но по ходу мы его прошли вообще по идее 2 чина сексу сейчас проверим мысли зацепить кому уже квестов по на проходе ребята да общая жесть жестях нереальное количество квестов да и побочных и основных очень много они конечно зафигачили ничего не скажешь вообще жизнь до маленький сынок квест пройден хорошо вот если такие квесты да очень маленькие не длинные обычные такие да там принципе но это тоже круто в принципе так люси тебя легко шмонать 23 золотых привет я не с кем не говорю вот опять видео женские персонажи у даже в модификации вот они все-таки обделены есть тут конечно женские персонажи которые квесты дают да и которые какую-то роль играют у них реально много намного меньше чем мужских да в основном ты когда к телке какой-то подходишь даже именое но своими тебе отвечать я ни с кем не разговариваю там или иди нахуй вот что такое привет ты кто меня зовут брайан я ученик мастера харада что будешь делать я могу продавать тебе кузнечные заготовки что еще я и я еще помню какой устраивался театр когда принимали ученики к хараду каждый бродяга мог стать учеником а я хочу сам прорешать кого принимать ученики а кого нет так короче покажи мне свои товары долбоеб так у него брать вообще не хуй давайте мы продадим наших вам реально у нас тут столько всего так как а место вот крашмарок убийца орков давайте может быть даже оставим рудный полуторный меч продаем крашварок подъем так вот да моргенштерн и локров продаем обычный моргенштерн оставляем зазубленный меч паладинок раша грубый двуручник старый катлис меч топоры тисаки шпаги шпага бандита ржавый меч так кирку одну продадим 1 оставим топоры продаем тяжелые полки продаем кинжалы продаем ворщий арбалет легкий арбалет арбалет охотничий лук лук и волый лук 267 стрел блин почти 10000 золотых прикиньте чуваки так это же мы еще далеко не все продали что у нас есть да вообще у нас есть амулет жизненные силы вот пожалуйста кольцо жизненной силы кольцо огня ну пояс силы на давайте продавать я уже думаю что вряд ли нам приходится у нас на корняк амулет есть который силу повышает поэтому давайте пояс силы до продавать сомневаюсь я что им буду как пользоваться так магия у нас какая-то есть левая вот допустим ледяные стрелы нам точно не нужны вот угненные шары пожалуй тоже свет легкое ранение так молния да но это все уже может пригодиться так это все может пригодиться что тут еще шкуры волка так вот драгоценная шкатулка золотой кубок шкатулка драгоценная брамора мы не продали на этот раз не переживайте да вообще рахлава в принципе хватает так шкуры тролля мы пока что не продаем да как мы договорились то когти шкуры люктирии шкуле потрошителя шкура маракури 40 маракури сажала клыки крылья ядовитые железы блин пошли 11000 золотых вы прикиньте золотое кольцо так ножек не продаем тоже мы договаривались серебряное кольцо так но вроде бы это и все да хорошо по крайней мере мы избавились от хлама так горожанин ты чё за хуй к кардиф как дела ты же меня сейчас серьезно бы тут не серьезно спросил почему нет орки захватили харинец и жители города в бегах и не факт что нам удастся все это пережить не спрашиваешь как дела у тебя какой-то паршивое чувство юмора там еще шкара вона было бы здорово упом найти да или кого там я вот не помню у нас есть там в инвентаре помните к это на штука перевязанная сумка или что где она а харвел харвел она нужно найти водка вот так давайте с этой поговорим так у нее кашель плевко спиздить 75 золотых что и будешь теперь делать не знаю до тех пор пока лорки остаются в городе я пожалуй останусь здесь что-то все здесь какие-то неразговорчивые в принципе мика какой-то привет это тоже неразговорчивый сара все в порядке выше голову все будет за и бомба о спаси орунда рована дела идут неплохо не могу жаловаться так ты короче тоже базарить не хочешь то понятно куда как вечер увиди как меня вернее кучи персонажей но никто из них вообще с нами разговаривать ни о чем не хочет к сожалению то каменная табличка магии а еще смотреть нифига себе еще две таблички магии 2 и 3 офигеть так угол и горец мастер торбин у него просто украсть кошелек 65 золотых привет как обстановка многие боятся нападения орков что-нибудь еще я делаю замки сам что-то человеку довольно таки много вообще чуваков до персонажей но толку от этого блин говорит и толком-то не с кем до походу нас весь выпуск такой будет чуваки как мы будем перетирать с этими ребятишками я же не знаю вдруг кто-то из них на украсть достали еще что-нибудь такое так вот ягода гобальна хава его на совкость уже кстати говоря 71 неплохо неплохо так тут что горожанин горожанин хальвор довольно трудно не будем привет я кто или что-то меня не интересует валя отсюда на хуй короче он тоже не вижу тут смысл смысл было блин добавлять столько этих персонажей старые еще готики до вернее из оригинала если вообще ни с кем не заговорить о контор счету принес тебя ебанул братишка привет я возможно еще один бедолаха который получит по справедливости все в порядке посмотри вокруг то ты сам сможешь ответить смотр что ты можешь рассказать не оборках рассказать ты пожалуй шутишь я могу показать тебе несколько из них то сможешь просить орков там сам что за жесткая жесткое свинство да проклятие я такой иначе никогда не смог бы так хорошо драться за свою жизнь а ты кто вообще ёпта меня зовут ролланд прекрасно мое имя контора раньше я был торговцем теперь же вынужден все бросить из-за проклятых орков без понятия как бы дальше выше голову все будет за и бомба пощади меня только с этим тупым изречением я больше не намерен его слушать короче он неразговорчивый братишка так тут ничего нету вот еще какое-то растение так ну что тут мы со всем переговорили нам принципе было бы хорошо найти того придурка орвела до чтобы отдать ему эту перевязанную сумку по квесту телепорт лагерь беженцев на севере солнечная алоэ так хорошо кстати у нас уже два солнечных алоэ надо будет непременно зайти к сагитте потом так горожанка горожанка у и нас братишка кошелек у него украсть довольно просто 67 золотых эй как дела если нужны свитки ты можешь покупать их у меня покажи мне свои товары так у него что покупаем у него все мензурки это вообще без вопросов черный порох взрывных стрел были давайте купим да почему бы нет так у него все свитки превращения были прикиньте есть даже превращение в тролля вот это кстати не ждать давайте купим в натуре хотя бы один я думаю принципе приходится сможет превращение в льва в афигеть в этом тоже очень круто в одиссея тут есть превращение практически во всех животных да вот в ползуновой на даже можно превращаться то есть принципе необходимости в этом вроде бы то и нет то есть так смотреть да но все равно приятный момент так хорошо купили у него там немножко хламчика кольцо каменной кожи лечебный эликсир коронное растение кстати говоря и пыточный топор ты чё за хуй ты обычный горожанец этим пыточный топор вообще штука хорошая одноручная урон 125 силен до 125 ну сейчас для меня это уже не оружие давайте то продадим ему короче говоря сразу до чтобы она у нас не захламлялась пыточный топор сразу ему продаем это мой культ кольцо еще нашли да если я не ошибаюсь до 100 каменной кожи точно но нам тоже не пригодится хорошо немножко зелье купили пыль арвай лично где что есть вообще забавно как эти хорожане сидят до в двух метрах от них коронное растение тем более что их нас по идее должен в этом разбираться до как бы да там те же самые пыточные топоры которые стоят неплохих денег и никто из них эти вещи не подбирают да это довольно таки необычненько труман а будет новые персонажи даже появились да вот тот самый трубан какой-то привет оставь меня покоя харри труман да правда непонятно зачем опять таки было делать новых персонажей если все что они говорят оставь меня в покое возможно потом какие-то квесты бы с ними связаны так военная дубина ну по идее военной дубин это полное говно да ну да урон 50 это чисто на продажу так а буин как странно мне кажется что мы с тобой уже встречали спутник что же велики загадки нашего мира о прошу простить мою грубость сын терпения я даже не поприветствовал тебя приветствую друг мой кто ты меня зовут абуин ибн джадир ибн амар халид бен хаджи аль-шариди я пророк и предсказатель островах и торговая с табаком погоди как как это было немного быстро абуин ибн джадир ибн амар халид бен хаджи аль-шариди о сын кратких мыслей не можешь звать меня просто абуином люди с севера так запомнить все проще что за травы ты предлагаешь все что захочешь но я могу порекомендовать тебе свой особенный ароматный освежающий яблочный табак выбирай что хочешь своим приключений у тебя есть другой табак конечно я предлагаю только лучший табак яблочная смесь симфонии моей родины южных островов но если тебе нужно что-то еще нет проблем просто взгляни на мои товары ты можешь сделать для меня пророчества я к твоим услугам за скромное вознаграждение у отец щедрости сколько ты хочешь за какие-то 50 монет и заглянул в твое будущее но помню будущее всегда не определено все что в моих силах это уловить лишь крошечные фрагменты времени расскажи мне о будущем хорошо же уж дождущие знаний сейчас я войду в состояние транса ты готов давай старту ебты орки они хранят вход старый тоннель долина рудников много сражений тяжелое решение свобода или смерть серебряный доспех скреп мертвые паладины поднимутся из могил могущественный артефакт и маг который его ищет извини видение кончилось больше ничего не смог увидеть покажи мне свои товары так что у него есть джин хировая магия красный слезный перец соль яблочный табак медовый табак травяной табак необработанный этапа сдать него соли возьмем может где-то пригодится у оранга рук вот твоего и сошли блин уже сколько времени до прошло до по квесте йоры вы тогда взяли еще черт знает когда и до сих пор его вот ищи только сейчас нашли так у него очень просто в украсть кошелек 5 золотых всего лишь юра говорит что ты украл у него деньги черт я сваливаю сюда ну блин тут прям да прям вообще все точь точь как было в оригинале забавный момент да прям вообще с копипастинный квест абсолютно с оригинала просто что в другой локации да так все тоже то же самое но правда сейчас мы не сможем уже попасть в гильдию воров после того как найдем ранга рублен далеко он еще бежать будет на запаре уже то ты заебал реально братан да ёпту остановись пошел драться с кротокрыса бедит тоже так забавно выглядит обижал бежать и пусть и голос от меня потом пошел с кротокрысами хуярится ну ладно они сами справятся это я думаю да и пошел дальше все босса до за хуячего кротокрысов пошел дальше все босс да это реально ржа кични конечно получается момент да бля реально он далеко еще будет все босса может его надо типа пизды дать или чё они бежать за ним как думаете для его сейчас убьют он явно не справится с тремя подальщиками сразу исправится после 5 там него надо остановить поговорить и мне надо ему пизды дать или а что мне с ним делать то что он чуть не останавливается заценить он бежит дальнейшая тупо всех выносить братан задолго еще будешь все вот страны под заебал мне немножко пля за заебал реально кстати вот и дарон здесь находится все дан наконец-то быть поймал что тебе нужно от меня ты украл кошелек у йоры и он даже видео как ты это сделал поэтому я пришел сказать тебе что есть я паршивый вор и что тебе лучше гнуть золото йоры и немедленно у меня даже нет этого золота я должен сдать тебя по учению что что еще тебе нужно у меня ничего не осталось отпусти меня я позабочу чтобы тебя бросили за решетку да ну сейчас когда в храните команду торки ты смеешься проклятие хорошо тогда проваливает суда как дела у тебя все порядке ничего не крал честно хоть непонятный момент то есть то ли мне надо блоки другие варианты ему отвечать да брат какие другие но вообще-то это было глупо конечно ему пригрожать тем что я сдам его получению это понятно но просто я не знал то другие варианты были что-то мне тогда сделаешь что мне с этого будет что я тебя не сдам да то есть сложно сложно а другой был как бы проваливает суда то есть интерес вообще йори теперь можно будет сдать от квесту типа сказать то что у этого чувака не было с собой золото там да так работник работник regis альвин эй как дела люси очень рада что и все еще жива это голоса что ли так хорошо орехи что-нибудь нам поведает эй как дела ты видел орков ах нет все спокойно если придут орки мы это услышим короче я вижу не с кем вообще по сути говорить вот можно возможно харад еще там какой-то будет оружие продавать сейчас посмотрим у него просто указ кошелек ты спать золотых привет чё ты хочешь проклятие харад неужели ты меня забыла тоже я рован сын баспера парень идет только были мои глаза разумеется я помню тебя что ты здесь делаешь я здесь чтобы сражаться с орками правда это просто отлично лишний боец нам точно не помешает нам давно уже пора отдать врагу отпор нельзя с этим тянуть или мы навсегда потеряем наш дом что дольше мы ждем тем хуже становится обстановка я слышу что вскоре еще больше врагов придут прибудет сюда надеюсь что этого не произойдет как вообще произошло что враг так легко взял харидис не получил почти никакого сопротивления враг прибыл незаметно под покровом ночи но дело не только в этом а в чем же еще я подразумеваю что здесь не обошлось без предательства предательства да орки атаковали город самый что ни на есть удобный для них момент сначала паладины отбил отбывают долину родников потом приходит приказ от орда хагина еще больше подорвавший оборону города если бы точнее лорду андре было получено поручено отправить часть городской стражи на север чтобы сражаться там с бандитами с чего вдруг бандиты якобы атаковали монастырь но лично я эту картину себе никак не могу представить каким нужно быть идиотом чтобы атаковать прекрасно укрепленный монастырь охраняемую десятка магов огня но не может быть на свете таких тупых бандитов пожалуй ты прав кроме того вся эта угроза со стороны бандитов не было для города чем-то новым так что я вообще сомневаюсь что приказ пришел от орда хагина тогда если ты прав наших рядах действительно затесался предатель ебаная крыса блять откуда вообще пришли все эти бандиты из долины рудняков они расползлись по всему хореницу после падения барьера большинство из них нынче присоединились какому-то грегору который держит под своим контролем весь север ты все еще работаешь кузнецом как я могу им работать покуда город захвачен врагом я не могу вернуться к своей кузнеце проще у меня и без этого дел полно я хочу стать сильнее то есть может не силу качать но это мне прям скажем не интересно так ну вот с ним был более-менее хоть какой-то диалог так ну чё 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 до сына ру какой-то честно для меня непонятный момент вообще непонятный да ну ладно забудем про это что называется я же для полного счастья на мне бы в принципе вот найти бы горло но четко назло его то я найти не могу да мы уже и дарона видели а вот горло что-то прям таки какая-то не судьба у меня с горло вам получается да и непременно надо будет я же навестить потом саги . потому что повторюсь у меня уже два солнечных алоэ я думаю что можно будет ее угостить так сказать на гур даже на гура нашли я живу привет да я же мы уже всех на свете нашли причем по сути тут никто вообще с тобой общаться не хочет я же варю а тут кто тебе нужен блять да вот я живу гормел пример очень нужен так его хер найдешь но это жестко на самом деле так луговой горец легких ранений но молиться смысла нет потому что мы это уже делали то есть мы не сможем сейчас а или это было в прошлый день если даже не помню да кстати может быть даже можно помолиться давайте в этой серии тогда еще попытаемся сейчас помолиться и будем на раз заканчивать так а ну по идее просто я по-моему потом спал даже до рассвета да не нифига вот 100 золотых он просто поблагодарил меня значит еще день не прошел блять я 100 золотых проебал на хуй с ним и все равно буржуи денег хоть жопой жри да так что такое ладно ребятишки то давать да на этом на шипу закончим а в следующем короче до продолжим исследовать этот лагерь всякие там пещерки возможно по осматриваем в общем хариз да вообще офигеть у кроме того что так довольно таки большая территория так они его еще увеличили по на добавляли кучу всего у нас столько дел сейчас да у меня все в голове даже не укладывается ну по крайней мере наконец-то мы нашли наших родителей да потому что уже сколько времени вы все пытались с ними встретиться и все что-то как-то не получалось да хотя бы это сделали уже хорошо я вам ребятишки как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока